Мобильные бригады 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 Анатолию Александровичу и Александре Николаевне, по хозяйству всегда требуется какая-либо помощь. Соцработник рассказала пенсионерам о возможностях мобильной бригады, фельдшер померила сельчанам давление и взяла кровь на сахар. Итог неутешительный. Самочувствие оставляет желать лучшего. То хорошо, то плохо. То ноги не ходят совсем. Вон на двух крючках выйду, вон снег штычек. Представительница соцзащиты записала стариков в график выезда на следующую неделю, чтобы пенсионеры смогли попасть на прием к терапевту и пройти обследование в районной больнице. Также Юлия Юрьевна оставила все необходимые контакты для обратной связи. Трунова благодарили за участие, пообещав с нетерпением ждать гостей в следующий раз. Пока мы спешили на другой адрес, Юлия Ремасова рассказала нам про специальное оборудование в машинах, чтобы перевозить маломобильных граждан. Решено было посмотреть его в действии. Каждая машина оснащена электроподъемником для перевозки маломобильных граждан в инвалидной коляске. Каждый водитель проходит специальный инструктаж, чтобы помочь гражданину оказаться в салоне автобуса. Итак, Сергей, пожалуйста, подходите. И мы сейчас с вами коляску должны переместить в автобус, правильно? Правильно. Отлично. Для этого машина у нас должна быть заведена. Правильно. Все, правильно. Открываем двери салона. Вы комментируете, что делаете? Давайте. Опускаем. Опускаем электроподъемник. С помощью специального пульта. В это время, получается, мы подвозим коляску с маломобильным гражданином. Правильно? Как лучше встать? Покажите, пожалуйста. Ага, нужно нам заехать на электроподъемник. Завозим. Лучше задом. Все, понятно. Как-то крепим ее специально. Колесо фиксируется, чтобы у нас коляска стояла, чтобы уже никуда она не двинулась. Все, отлично. Электроподъемник поднимается. Барьер у нас опускается. Заходим в салон, и уже из салона мы подтягиваем коляску внутрь для комфортности человека. Водитель, к слову, это такой же член бригады, пусть и неофициальный. Он должен хорошо знать не только технические характеристики автомобиля, но и ту местность, по которой везет людей. О всех благах и тяготах шоферской жизни мы узнали непосредственно из первых уст водителя Сергея Давыдова, стаж работы которого составляет более 40 лет. Машина всякая, хорошо, отлично. Далее резину шиповную, новую, вместе с дисками. Машин же хорошо, ни снега, ни грязи, ни боится. Ну, вам же, как водителю, приходилось, наверное, в самой отдаленной точке ездить, и в такие деревни, что там, наверное, вообще мало проходило. Да, 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 да. Вот расскажите, как вы туда добирались вообще? Ну, так, ну, Брядин ездил на станцию Брядина, там уже плохо, плохие. Белый Яр, старый Белый Яр, далеко там тоже, 60 километров отсюда, добираться надо откуда. Вот делал по дворейцу, туда резь, туда по дворейцу делал. Привозил пенсионеров, кричков, и опять его возил. Не приверяюсь в больнице, я их опять возил в деревнях. Развозил, прям к дому подвожу. Люди, по словам Сергея Александровича, реагируют на мобильную бригаду позитивно. Благодарят всех за помощь, а водителя за то, что забирает их и доставляет прямо к рульцу дома. Пока вели разговор, машина добралась до второй точки. За несколько месяцев таких адресов только у одной мобильной бригады уже перевалило за сотню. С сентября этого года 17 групп ежедневно выезжают в самые отдаленные деревни и села гражданам старше 65 лет с целью контроля за их здоровьем. Максимова Анна Владимировна, 1954 года рождения, все чаще стала жаловаться на здоровье. Женщина всю жизнь проработала дояркой в колхозе, работала день и ночь, поднимая детей на ноги. Постепенно обзавелась букетом заболеваний, а выйдя на пенсию, сдала еще больше. Раньше в молодости, говорит, море было по колено, работали даже в мороз в резиновых галошах, а теперь еле ходят, и причем только по врачам. Ну как думаете, вот заболевания, они может все-таки связаны и с работой? С работой как же. В резиновых спагах ходили. В резиновых спагах ходили. Ферма-то у нас далекая. Это когда и холодно, и все, да? Да, все время. А потом устали менять. Условия сделали, потом до раздевалки сделали. Да, раздевалка делали, вода переодевались. А так они почему-то в основном все в галошах. Я вот с ними боролась, как говорила. Галоши ходили. Больше всего галоши ходили. Да, в резиновых спагах ходили галоши. А потом же стали придеваться на ферме. Пенсионерка записалась на прием к узкому специалисту на следующей неделе. Ее пообещали доставить в районную поликлинику ровно в назначенное время. И мы поспешили дальше. Проехав еще пару-тройку адресов с мобильной бригадой, мне предложили попробовать себя в роли специалиста соцзащиты. Задача – пообщаться с гражданами и заполнить все необходимые документы. Сначала провели инструктаж. Сегодня вы мой помощник. Отлично. Вы сегодня у нас выступите в роли социального работника. Хорошо. Так сказать, вольетесь в нашу работу. Сегодня, значит, сейчас мы приехали к вам с вами, к Петрову Виктору Михайловичу. Он у нас такой веселый, дядечка, так скажем, с активной жизненной позицией. Ваша задача сейчас, значит, с ним побеседовать, спросить его о насущных вопросах, бытовых проблемах каких-либо, если у них что-то есть, какие-то вопросы нерешаемые, зафиксировать эту проблему и в последующем помочь гражданам ее преодолеть. С порога мне пришлось вспомнить все уроки психологии, чтобы расположить к себе человека. Нужно было поучаствовать в жизни пенсионера, чтобы помочь и не оказаться навязчивой. Ага, присаживайтесь. Присаживайтесь. Виктор Михайлович, ну расскажите о своем самочувствии, как вы себя чувствуете? Погода на вас влияет, не влияет? Давление скачет, не скачет? Угу. Лекарства принимаете? Старики рассказали, что живется им не сладко, а о том, чтобы вызвать такси и съездить на прием к врачу в районную поликлинику, речи вообще не идет. Спасаются пенсионеры за счет своего фельдшера, но, конечно, признаются, что лучше было бы попасть на прием к узким специалистам и сдать все необходимые анализы. Я записала все чаяния и беды стариков, особенно внимательно указала тех медицинских специалистов, к которым им нужно попасть в ближайшее время. Заполнив бумаги, наступило время неформального общения. Виктор Михайлович с супругой рассказали нам про то, как они встретились, как с нетерпением ждали рождения первенца, а традиции встречать Новый год в кругу семьи. После часа общения провожали нас уже как близких знакомых и обещали ждать приезда в следующий раз. В итоге мы проехали еще с десяток адресов, и за каждой семьей своя история, которую можно рассказывать бесконечно. Подводя промежуточные итоги, можно отметить, что сегодня только по Чердоклинскому району обследовано более 600 граждан. Более 60 человек прошли медицинское обследование и тем самым продлили себе жизнь. Во всех муниципальных образованиях работа мобильных бригад дает свои положительные результаты. Специалисты своевременно выявляют болезни и дают советы гражданам по их лечению, ставят на диспансерный учет, а самое главное, что люди старшего поколения получают внимание и заботу. Субтитры создавал DimaTorzok